здравия желаю сегодня мы испытываем энерсоид модель энерсоида для использования его можно использовать например на велосипеде вот он 2 ведь два образца сразу такой и переделаны мной с одной катушки но то что я переделал показала что энергии выделяется больше тратится перегрев на на эти самые идет на щетки а здесь этого нету сейчас запустим посмотрим что он дает закроем так ставим реле 1 секунда 1 10 секунд он работает одну секунду он работать по своей инерции инерционный мотор запускаем реле запускаем энерсоид эти спокойно работает обороты вращения не снижаются вот смотрите обороты бешеные снижение скорости оборудов нет несмотря на то что энергия идет капельным методом то есть одна капля секунду 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 энергии не поступает на это вообще не поступает а десятую секунду дает каплю по этой капли она движется секунду в 10 раз больше такой же у нас вчера я замерял это вчера замерял сейчас покажу вам какие результаты так вот у меня записано 27 значит 64 ватта тратит он вот записано а а если включить напрямую 260 ватт будет тратить 4 раза меньше но работает он 10 раз больше то есть один к десяти сейчас нарисую схему если я вчера не рисовал не вчера не рисовал так тема простая мотор крылья 0,1 секунды включена одна секунда в 10 раз значит выключена вращение значит не снижается это вы видите скорость вращения скорость оборотов мне замерить нечем но и как говорится видно на глаз глаз он лучший замерщик чем любые тахометры и прочее чем любые тахометры и прочее человеческий глаз он всегда лучше видно что снижения нет получается 64 ватта тратится а работает 10 раз больше то есть еще 11 раз работает выход у него 11 раз по 260 так как он тратит когда включает напрямую тратит 260 но пока можно выключить то есть мы 260 хотя пусть он не 260 а маленько не успевает набирать скорость ну разделим на два это пусть 130 130 где то вот так вот тратилось бы при такой скорости движения и помножим на 11 раз потому что 11 раз он 1430 получается то есть надо затратить на это время движения его под такой скорость она затратит 1400 ватт а мы тратим 64 и разделим на 64 и помножим на 100 то есть у нас получается кпд 2000 больше двух тысяч 2234 2234 процента куда это применять вот рептилоид скажет но это без бестолкового она мол на холостом ходу там туда-сюда нет это применять можно вот коляска есть трехколесная вернее даже не коляса мотоцикл электромотоцикл ставить убирать там двигатель и ставить вот этот вот и еще ставить на колесо на одно его это может поставить на переднее колесо мотор пусть крутит а на заднее поставить генератор ватт на сколько 64 ватта нам надо ватт на 70 на 100 поставить на всякий случай на запас мало ли там чё и вот эти 100 ватт эти 100 ватт 100 ватт они будут зарядаться в батарейку а питаться будет другой батарейки потом будет через реле это меняться и вот вам пожалуйста вечный электромотоцикл готов если у него скорость где-то семнадцать тысяч оборотов в минуту значит у нас наполовину где-то получается восемь тысяч оборотов в минуту восемь девять ну восемь пусть значит у нас что плюс у нас будет значит снижаться скорость за счет того что будет нагрузка то есть скорость у нас станет там два-три тысячи оборотов в минуту еще в два раза снизится может четыре ну три-четыре три тысячи четыре оборота в минуту это можно развивать сто сто пятьдесят километров в час и груз возить где-то килограмм семьдесят сто то есть одного человека то есть это мотоцикл такой немощный для одного человечка или электро электро велосипед на трех колесах вот это пойдет но у меня велосипеда нет значит можете сами делать применяя инерциоид а если вы поставите найдете движок не на семнадцать тысяч оборотов на пятьдесят тысяч оборотов так у вас и вообще будет бегать он сто километров в час мотоцикл и и и и